Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Сегодня нам добавили одно очень интересное мероприятие, связанное с лепреконом и добычей золота. Кстати, очень интересное сочетание, оно идеально подходит, и очень интересно, что добыча золота в ССО, что необычно. И также посмотрим новые недоустки, точнее не новые, а первые недоустки и новые нагарки. Так что седлайте своих коней и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Меня очень сильно радует, потому что я, наверное, куплю по каждому недоустку. Кстати, недоустки у нас имеют характеристику, но, как назло, разработчики сделали так, что один недоусток имеет ноль характеристик, а три недоустки других имеют характеристики, по-моему, равные уздечке. Нет, только скорость 3 и гибкость 2, то есть они больше для гибкости подходят. Мне вот интересно только, это две разные уздечки или две одинаковые? Ой, уздечки недоустки. Всё, надо срочно привыкать, что теперь в игре есть недоустки. Полыно-бурая уздечка. Вообще странно, почему уздечка? Угольно-чёрная. Ага, это всё-таки разные. Меня раздражает, что разработчики делают разные предметы с разными характеристиками. То есть, допустим, мне вот очень нужна вот этот недоусток, но он не имеет характеристики. Это очень-очень обидно. Также вот такие вот нагавки добавили. Давайте лучше вот эти посмотрим. Опять же, нагавки, они вообще не имеют никаких характеристик. Это не так обидно. Вот такие вот есть. Очень-очень классные. Я даже сейчас, наверное, куплю вот эти вот за шиллинги. Благо, у меня есть шиллинги. Сколько у меня шиллингов осталось? А, ещё третища. Ну и... Какой бы недоусток взять? Мы, конечно же, сейчас быстренько ещё и посмотрим, как смотрится недоусток на какой-либо лошади. Давайте вот по стандарту возьмём вот чёрненький такой. Вообще, 90 СК это достаточно... Такая вроде бы небольшая цена, но давайте подумаем. У нас, к примеру, есть 20 лошадей из, допустим, 40. 20 из них это поколение 3, но это и так. Допустим, к примеру. И, следовательно, чтобы на каждую купить недоусток, нужно потратить 1800 СК. Это на 20 лошадей поколения 3. Ну, это как бы вы можете сами посчитать, сколько у кого каких лошадей. А мы же сейчас идём в конюшню смотреть на разных лошадях, на разных типажах, как будут смотреться нагавки и недоусток. Итак, здесь я представила несколько лошадей поколения 3 и также одну пони. Я бы представила ещё Клейда, но, к сожалению, у меня его больше нет. Пока что, но будет. Давайте же смотреть. Вначале давайте начнём с маленькой Вега. По-моему, зовут лошадку. Если честно, не помню. Будем смотреть, как на ней это смотрится. Давай. Чуть поближе. Да, недоустки на ней смотрятся очень-очень мило, очень-очень классно. И действительно жаль, что на многих лошадях, то бишь на всех, кроме поколений 3, недоустки нельзя одеть на тех же Хафлингерах и Мустангах. На уст... Недоустки нельзя будет носить. Это очень-очень несправедливо, по мне так. Так, давайте смотреть дальше. Я даже камеру чуть ближе сделаю, чтобы было больше заметно. Так, следующий у нас идёт Тинкер или Ирландский Коп. Но для меня это всегда будет Тинкер. Так, на тебе. Подними, пожалуйста, голову Тинкер. Я тебя очень сильно прошу. Вот, на нём очень классно выглядел именно данный недоусток. Мне очень сильно нравится. Тоже очень суперски просто смотрится. Вы представляете, сколько разработчикам нужно силой и времени было потратить, чтобы на каждую породу всего лишь третьего поколения настроить недоустки. На лузитанах вообще классно очень смотрится. Боже, это прям божественно. Я бы хотела посмотреть, кстати, как недоустки смотрятся на арабах, но они у нас не имеют ни третьего поколения. О, боже, как это божественно. Слушайте, очень-очень классно. Учитывая, кстати, то, сколько зарабатывают качеры во время прокачки лошадей, особенно если они 20 уровня, к примеру, как я и у них дофига скачек, они могут легко чуть ли не раз в несколько дней покупать себе по недоустку за 4 500, которые не имеют характеристик, но просто чтобы они были на лошадях. Это божественно. Так, меня интересует Тракенина еще. Так, Огненное сердце, как на тебе будет смотреться? Очаровательно. Просто очень-очень классно. Единственное, меня смущает вот эта гигантская брошечка, застежечка. Но разработчики уже даже заранее ответили на вопрос, который они разместили в статье, что будут другие потом виды недоустков, кроме вот этих выистков. Зюня, ты просто божественно в этом недоустке. Мне так нравится. Пожалуй, на тебе это я его и оставлю. Хотя, нет, 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 нет. Мы должны проверить еще несколько лошадок, пожалуй. Я проверю, у меня здесь вот стоит фьордик. Давайте еще посмотрим, как на нем будет смотреться данная обновочка. Тоже очень разочаровательно. Боже, нет, вот действительно. Я бы, наверное, куплю недоусток на каждую лошадь третьего поколения. Так, давайте посмотрим еще Ахалтикинца. Как раз-таки мы посмотрим Ахалтикинца. И Андалуза. Тоже лошади поколения 3. Вот как раз у Ахалтикинца мордочка достаточно худенькая. Вот на нем, как она будет смотреться, мне очень интересно. Так, стоп. Нет, это не та лошадь. Я забыла нажать и открыть его иконочку. Руну шепот. Ну-ка, покрасотуйся. У него такая, у него узкая мордочка, а в этом недоустке она выглядит еще более узкой. Но все равно, вот, вот. Знаете, вот это, мне кажется, недоусток немножко не по размеру. Хотя, не знаю, может быть, мне просто кажется. Ладно, хорошо, классно. А у меня тут, кстати, стояла Андалуз. А давайте на книдом проверим. Мне очень интересно, как это будет смотреться на тебе, мой гордый бархат. Вот прям интересно, интересно. Ну, божественно просто. Хотя, я купила недоусток, который ЗСК, насколько я помню. Кстати, а в магазине они добавились? Ага, 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 ага. Так, смотрите, недоустки добавились к нам в магазин. Правда, они находятся почему-то ниже вот этих комплектов выездки. У меня просто все куплено, кроме уздечек. Так, и здесь... Ооо, подними, пожалуйста, голову. Почему все лошадки любят покушать во время мерки? Да, все недоустки очень классные, но мне больше всего нравится вот тот черный, который я купила. Давай же мы еще мыть на тебе, кстати, и посмотрим, бархат, как выглядят нагавочки. Так что попрошу тебя снова открыться. Вот так вот классно у нас выглядят нагавки. Мне очень нравятся данные нагавки. Если у меня в клубе люди их купят в большом количестве, я буду просто прям упомянув в требованиях, что на конкур нужно надевать... А-а-а-а, меня затекстурило. Меня перегиб... О боже, о боже, стой, отпусти меня! Отпу... Что происходит? Помогите! Мне придется сеть на ткань, я заглючила. А-а-а... Я прямо в условиях напишу, что на конкур нужно надевать данные нагавки. Очень классно, очень классно смотрятся недоусток и нагавки. Мне все очень сильно нравится. А на этом моменте с недоустками и нагавками мы закончим и пойдем смотреть следующую часть обновления. Если ехать четко на север от конюшни на раньше Старщайн и прям ехать по дороге в сторону скачек в Вергрове, то как раз здесь на карте и будет золотая жила. Тот самый лепрекончик, который... Кстати, смотрите, золотая лихорадка, как написано, это классно. Причем на русском языке, что очень еще более приятно. О, смотрите, тут ослик стоит, флора, как приятно. Тут золото у него даже блестит. Надеюсь, разработчики сделают осликов ездовыми когда-нибудь, потому что они слишком милые. Итак, давайте посмотрим, что же Скракс хочет нам сказать. Приятно познакомиться, подруга. Готова поучаствовать в золотой лихорадке? Я покажу тебе, что к чему. Так, давайте его быстренько выслушаем. Видишь, вон тот камень, в нем может оказаться целый золотой самородок. Возьми кирку и сделай несколько сильных ударов, и тогда мы узнаем, так ли это. Но будь внимательна, если там золото, то оно может разлететься, так что не забудь собрать все кусочки, даже крошечные. Ну, знаете, если там кусочки нужно собирать, то давайте... Так, ты мне дал чем? Чем, чем, чем? Или мне у тебя надо взять? Или мне нужно ехать в конюшню? Видишь, камни? Да-да-да. Ага. Ого, мы нашли золото. Еще несколько ударов, и можно собирать кусочки. Два. А, ух ты! Прикольно. Три. А теперь собери все кусочки земли, пока их не сцапали бандиты. Да я шучу, здесь нет никаких бандитов, наверное. Так, поэтому мы должны просто пробежаться. Да, вот мы все собрали. Отлично, не переживай о том, как будешь доставлять мне золото. У нас теперь есть технология беспроводной передачи. Во времена Дикого Запада ничего подобного не было, скажу я тебе. И вот еще что, не все камни содержат золото. Ха, если бы я стал бы богачом. Так что придется хорошенько поискать, прежде чем ты обнаружишь золото. Удачи. Так, понятно. Теперь нам нужно искать в окрестности камушки такие. По-моему, три камня в день, насколько я помню. Так, и кстати, это временное событие. Оно будет доступно для 3 июня. Поэтому, если, как бы, вас это заинтересовало, лучше каждый день выполнять. Ты отлично справилась, подруга. Теперь, слушай, если принесешь мне достаточно этого чудесного золота, я дам тебе потрясающую награду. Ищи такие камни по всему фиргроу. Ага. Так. Так. Найдено золото 1 из 24. О боже, сколько тут игроков. Тут где-нибудь можно посмотреть награду саму, сколько, чего. Или никак не забуду. А, сколько вас тут. Почему я одну оставила, одна оставила лошадь сбоку, а все тут на конях тусуются. Так. Азы охоты. Так, это мы уже видели. Собрано золото. Найти самородок. Кажется, очень... Нет, по крайней мере, пока тут столько игроков, мне не получается нажать, наверное, на нужное место, чтобы понять, есть ли тут список наград или нет. Но, тем не менее, по всему фиргроу нужно кататься и собирать камушки. Таким образом, мы собираем достаточно золота для этого персонажа и узнаем, что же за награда ожидает нас в конце. Кстати, я заметила одну очень интересную вещь. Если ударить по камушку, он начинает показывать стрелочки в определенном направлении. И сейчас мы проверим, так ли это. Потому что, если таким образом камни показывают нам местонахождение нужного камня с золотом, то это очень-очень удобно. Так. Ага. Нет, не тот камень, но мы все равно его разобьем, чтобы не путаться. Так, показывает он куда-то туда. Ага. Наверняка вот в этом камушке будет золото. Сейчас мы это и проверим. Нет, но что-то стрелочек я тоже сейчас не увидела. Хм. В общем, мероприятие очень интересное, увлекательное. И действительно, камушки появляются во всей окрестности фиргроуи. Благо, они очень хорошо различаются. И, кстати, да, вот. Вот камешек с золотом. И, возможно, действительно, когда вы ударяете по камушку, стрелочки показывают нам, в какую сторону ехать, чтобы получить, найти тот самый камушек. В день мы сможем собрать всего лишь три таких камушка с золота. И за каждую, кстати, собранный камень с золотом. Вот еще, кстати, еще один. Еще одна золотая жила. Мы будем получать 90 шиллингов. 90? Да, за каждый золотой камушек вы будете получать 90 шиллингов юрвика. И если всегда все три камушка будут находиться рядом, то это очень удобно. Значит, ломая камни, мы будем узнавать хотя бы направление. Да, сегодня мы уже собрали три камушка. Сейчас так собраны. Возвращайся завтра, чтобы собрать еще. То есть не нужно возвращаться к этому леприкону. Просто каждый день выполняем задания в поисках камушков. Собираем камушки. И по идее сейчас у нас должно подняться шкала золота у него. И там должно быть три из 24 слиточков. Сейчас мы это проверим. А сколько народу-то? Ага, сейчас у нас четыре. Да, я забыла, что мы самые первые собрали. Сейчас у нас всего четыре из двадцати четырех. Так что при ежедневном заходе... В течение недели при ежедневном заходе мы обязательно собираем все эти 24 слиточка золота. Так что желаю вам удачи в поисках. И сама надеюсь, что не буду пропускать ни одного дня, потому что очень хочу получить награду. А еще больше ее хочется получить, потому что неизвестно, что нам подарит. Это знак наших трудов. А на этом обновление подошло к концу. А на следующей неделе, кстати, на следующей неделе будет что-то необычное, потому что надпись на сайте гласит «Готовься к новой гонке». Возможно, вернется персонаж, который завозит каждый раз гонки для определенной породы. А может быть, нам действительно добавят какую-то новую гонку в стиле Весланд или просто новую гонку. Сам факт, чем больше гонок, тем проще прокачать нам будет лошадок. Поэтому не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. С вами сегодня была я, Донали, и моя лошадка «Кофейная ваниль». Так что всем пока и удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!